Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава ЦАФ. Отгремели Пуримские бои, но все продолжается, все продолжается. Сейчас я два слова сначала о ЦАФ. Глава Туры ЦАФ. Речь идет о законах жертвоприношения, о правилах эксплуатации жертвенника. Говорится, что огонь, в первую очередь, на жертвеннике должен не гаснуть при каких-то обстоятельствах. Это главная тема. А что значит огонь в жертвеннике? Ведь мы с вами говорим, что мешкан и жертвенник, это то, что мы строим течение жизни внутри себя. Это значит, что внутри нас обязательно должен находиться огонь все время. Если нет огня, если все делается спустя рукава, если все, так сказать, холодно, если ничего не зажигает, то тогда теряется вот этот знаменитый оптимизм и нет признака того, что в сердце пылает огонь, вот какой-то, все, значит, идет прямое нарушение. Поэтому именно сейчас, после Пурима, именно сейчас надо, когда остается месяц до Пейсаха, у нас остается время на то, чтобы зажечь вот этот огонь. Давайте еще два слова по концовке Пурима. Я хочу напомнить историю, почему нам надо опять радоваться и почему нам надо быть оптимистами. В Пурим 1953 года перед Пуримом было объявлено, что органы государственной безопасности СССР раскрыли террористическую группу врачей, ставящую целью путем сократить жизнь бедным коммунистам, Сталину и остальным. И вот преступники уже признались, сокращали жизнь. В общем, все как положено, все как было по сталинскому систему. Установлено было, что написана была газета «Правда», что врачи-убийцы, изверги рода человечества, связанные с джойнтом. Короче, следствие должно было закончиться в ближайшие дни. В заявлении, которое было в ТАСС, было указано 9 задержанных, из них 6 евреев. И все уже знают, историки, следовавшие документы о тех событиях того времени, знают, что такой был план Сталина. Врачи бы должны были быть осуждены. Негодование массы достигало предела, вмешается правительство, скажет спасти, вывезут всех в Сибирь. Выяснились уже, были подготовлены вагоны, подготовлено, все было подготовлено. Также изгонялись в 43-44-м крымские татары, другие народы. Здесь готовилось еще хуже. И неприятности в то время уже начинались. Тогда все начали подвергаться оскорблению. Люди боялись выходить на улицу, на работе везде ненависть была невероятного масштаба. И вот, когда оказалось, что спасения нет, 4 марта 53-го года, по радио было передано такое простое сообщение о том, что в ночь с 28 февраля на 1 марта, это по еврейскому календарю Пурим 14-го, Сталин потерял сознание, заболел и уже через некоторое время объявлено было, что он, наконец, подох. И евреи вздохнули с облегчением, потому что более потрясающего окончания дела врачей представить себе нельзя. И вот после смерти диктатора закончился самый страшный перевод именно советского юриста. Почему мы сегодня говорим о смерти Сталина? Ведь он умер в Пурим, а мы уже с вами идем вперед и двигаемся к Пейсаху. Мало кто знает, что есть обычай увеличивать в еде во второй день Пейсаха по сравнению с первым. И уж точно мало кто знает, с чем связан этот обычай. Он связан с тем, что во второй день Пейсаха был повешен как раз Аман. Если кто не знает, подсчитайте, пожалуйста, это есть везде. Во второй день Пейсаха был повешен Аман. Поэтому, если можно праздновать поражение Амана, Пейсах, хотя искупление было в Пурим, то есть целый месяц мы должны радоваться поражению главного врага, одного из главных врагов. Но, несомненно, значит, именно в период от Пурима до Пейсиха надо праздновать поражение современного Амана, вот этого Сталина, и добавить какой-то еще один лыхаем за спасение от уничтожения тех людей, которые жили в Советском Союзе. А так как мы многие с вами потомки тех, кто в те времена еще жили в Советском Союзе, то значит, что это наш самый великий праздник. Нас всех хотели убить в Советском Союзе в этом. Вот этот Сталин хотел это сделать. Как до этого хотел Аман, как до этого хотят нынешние всякие там Ахмеледжанычки, как их там зовут. И у всех кончится одинаково. Потому что написано, что если с нами Бог, то кто против нас? Какая разница, кто против нас тогда? Если в нашем сердце, в нашем жертвеннике мы сумеем зажечь огонь, никто не сумеет его потушить. Брахава от флаха всего самого лучшего.